Вдох и заводи. Вдох. Не дышим. В операционной Балаковской городской клинической больницы проводится диагностика сосудов пациента, чтобы определить его дальнейшее лечение. Ангиографический комплекс заработал в медучреждении 29 декабря. И с тех пор врачи проводят по несколько исследований и операций на сердце и сосудах в день. На этот раз под наблюдением сотрудника областного кардиологического диспансера Евгения Карташова в операционной работает Павел Алимов. Во время процедуры коронографии молодой ангиохирург постоянно согласовывает свои действия с более опытным врачом и получает подтверждение, что всё выполняет правильно. Не имею никаких сомнений. Павел Алимов уже работал на подобном оборудовании в Москве. И ему не терпелось увидеть ангиограф нового поколения в Балакове. В мае молодой врач заканчивает обучение и возвращается в наш город на постоянную работу. В городской больнице его уже ждут вместе с супругой, тоже врачом востребованной специальности. Если будет хорошие условия работы, будет сохранена, речь идёт большая о социальной поддержке, в том числе компенсации найма жилья и возможность получения собственного жилья. На таком оборудовании, которое в Саратове, на секундочку, нет, нет, в Саратове, в московских центрах он есть, не везде. Почему не работать? Говорят, что в семье медиков может вырасти только очередной доктор, но Павел считает, что выбрал профессию сам. Он всегда знал, что будет ангиохирургом. И как только появилась перспектива установки ангиографа в Балакове, молодой врач-лечебник получил целевое направление на обучение по выбранной специальности. Когда помогают учиться, проталкивают, это наносит непоправимый урон специальности. Родственник мой, бывший главный врач перинатального центра, ныне заведующий гинекологическим плановым отделением Павел Михайлович Лябович, это мой дедушка. Он мне не то, что не помогал, он мне в каком смысле даже местами препятствовал, отдёргивал и там пальцем грузил. Сейчас Павел Алимов – подающий надежды хирург. Несмотря на то, что до окончания его обучения осталось около трёх месяцев, опытные коллеги приняли его в коллектив. Видят его потенциал. В свои 25 лет молодой специалист осознаёт всю сложность выбранной специальности, но ответственности не боится. Уже нет. Уже нет, по-первых, это чуть ли не было большого состояния. Не потому, что я крови там боюсь, но что это действительно большая ответственность. Наши вмешательства, они хоть и малоинвазивные, но есть такой профессор в Москве, задавал Александр Чартылатов, он говорит, что это малая хирургия, которая способна делать большие проблемы. Потому что любое вмешательство на сердце, малоинвазивное, большая операция, оно несёт определённые риски. Эти риски значительные. Даже обычная диагностика. Пока в Балаковском региональном сосудистом центре выполняют 10-15 экстренных и плановых операций в неделю. Ну а со временем врачи выйдут на прогнозный показатель – 10 операций в сутки. Но такие нагрузки для врачей не в тягости, потому что они знают за этими цифрами спасённые жизни.